Друзья, сегодня мне невероятно повезло, и со мной согласился встретиться очень занятый человек, которого я однозначно считаю гордостью нашей общины, потому что он возглавляет лабораторию диагностическую Ленка, которая многим людям спасла во время коронавируса жизнь. И многие люди вспоминают, как на Брайтоне, где был высокий уровень заболеваемости ковидом, впервые увидели, стояли автобусы, и люди подходили и делали тесты. Я подошла, я видела, как сотрудники стояли со специальным оборудованием в костюмах, и рядом стоял Леонид Элман. Это действительно гордость. Он стоял рядом, он все контролировал, он все видел, и был полный порядок. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, и пусть люди знают действительно наших героев, которые проявили явный героизм во время коронавируса. Меня зовут Леонид Тилман. Я непосредственно являюсь Chairman of the Board of Lanko Diagnostic Laboratory, он же Chief Executive Officer, CEO. Подтверждаю, что мы действительно работали с ковид-тестингом и сделали очень много. Десятки, сотни тысяч пациентов получили от наш сервис. Наш сервис. Довольно-таки мы на самом деле очень рано начали. Одна из первых лабораторий в Америке, которая начала делать ковид-пси-тестинг. Приблизительно от месяца до двух мы начали раньше, чем это делать, начали квест-лабораторию. Так случайно получилось. Случайно не бывает, потому что везде, где вы прикасаетесь, вы всегда первые. Я думаю, что у нас было оборудование, мы были готовы к такого вида тестинг. И когда это все началось, мы были на передовой этого бизнеса. Я знаю, что многие ваши сотрудники явно проявили героизм в это время, потому что они не закрылись, где-то они не закрыли офисы, а они были вместе с вами, стояли около автобусов, и в автобусе работали в специальном обмундировании. И очень многим людям вы спасли жизнь, потому что люди, когда узнавали, что у них ковид, они могли самоизолироваться, чтобы других не заражать. Я знаю таких людей, которые именно пришли к вам, сделали тест, и после этого закрылись у себя в комнате, и даже близкие с ними как бы не контактировали, за что вам огромное спасибо. И вы сказали, сколько вы делали тестов в день. Я знаю, что вас ночью даже собирали ваши сотрудники, водители, ездили и собирали ночь. Мы работали круглосуточно. 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 И это было очень напряженное время, особенно если учесть, что я лично был в числе первых заболевших ковидом в этой ситуации, пережил все это непосредственно на себе. И в изоляции находился в районе двух месяцев. Вот что мы начали делать. Но тем не менее вы все координировали по телефону, по интернету. Естественно. Потому что... Мы работали круглосуточно. Надо заметить, весь коллектив работал как единое целое. И замечательное время было в том плане, что люди действительно проявили лояльность к своей работе и к пациентам, которых мы тестали. Это в основном были наши комьюнити-врачи и разные другие комьюнити. В частности, мы очень много сделали для State New York, потому что мы работали под непосредственным началом говернер-команта. Кобернатора, да? Который вам и грамоту дал. И сделали очень много работы. Я не знаю, или это был героизм, но это был действительно такой порыв трудовой, серьезный. Люди поработали очень хорошо. Спасибо большое. Я им очень благодарна. А вы даже не представляете, как благодарны вам на Брайтоне, где в этом районе был очень высокий процент заболевших ковидом в связи с тем, что здесь живет пожилое население. Большая плотность. Очень высокая плотность. И когда можно было подойти и сделать тест прямо у вас в автобусе, и ваши замечательные сотрудники спасали действительно людей. Мы результат тестов давали буквально, если не в этот же день, то на следующий день. Спасибо большое. Я пришла вам сказать, что газета «Русская реклама», где я работаю. И мы просто всегда следили и знали, что если мы обратимся к вам в офис, с которым вы сотрудничаете. Кстати, в вашей лаборатории Ленка работают, вот на Брайтоне в вашем офисе работают флеботомисты. То есть, когда, если кто-то где-то боится пойти сдать кровь, и приходит в вашу лабораторию, у вас работают высокого класса флеботомисты, которые берут кровь просто так моментально. И поэтому сотрудники, которых вы подбираете, и доктора, которые там, доктор Иделевич, и другие, которые у вас работают, это доктора очень высокого уровня. И вам большое спасибо. Ну, доктора у нас не работают. Но они как бы сотрудничают с вашей лабораторией. Наша задача сделать лабораторные анализы. На сегодняшний день в нашем нетворке и нашей лаборатории пользуются около трех тысяч праймари-кер-докторов. 3000 праймари-кер-докторов. Довольно-таки большое количество. Причем мы делаем, мы работаем в пяти бора Нью-Йорка. У нас есть таких же центров, как на Брайтоне. У нас 26 центров, patient service центров по всему Нью-Йорку. В Минхэттен, Бруклин, Квинс, Брокс. Везде у нас есть присутствие. И мы обслуживаем наше нью-йоркское комьюнити. Скажите, пожалуйста, сколько примерно, ну, примерно тестов во время коронавируса вы сделали? Нетрудно ответить, но доходило до больше десяти тысяч тестов в день. В день? Более 10,000? А скажите, пожалуйста, а вообще... Мы делали госпиталя, я считываю, мы делали... И для госпиталей? Комьюнити госпиталь, мы делали комьюнити госпиталь, тестинг, мы делали в Суни-Даунстейд госпиталь. Много очень тестов делали. Будьте добры, но в настоящее время вы же делаете тесты не только для диагностики ковида, вы делаете другие... Мы делаем скрининг-тест для продакшн-компаний. То есть компании, которые снимают фильмы на улицах, по закону их работники должны тестоваться каждый съемочный день. И мы по сей день делаем для Netflix, для YouTube, для Amazon эти тесты. Не в таком количестве, конечно, как раньше, но... Скажите, пожалуйста, но вы делаете, вот если мы будем говорить и не о ковиде, вы же делаете и другие огромное количество тестов. Мы делаем практически весь спектр диагностических тестов как простых, так и специальных тестов, которые, скажем, спешлки-тестов. Не связанные с ковидом. Спасибо большое, потому что именно тесты многим спасли жизнь. И я пришла вам сказать огромное спасибо. Вообще за все тесты, которые вы делаете, потому что они у вас очень точные. И то, как вы наблюдаете, координируете, следите, и какой у вас порядок. И вообще... Мы делаем свою работу. Я надеюсь, что мы работаем. Спасибо вам. Леонид, большое спасибо. Мне было очень приятно. Я беседовала с Леонидом Телманом, возглавляющим лабораторию ЛНК. С вами была Марина Лагунова. Спасибо.